Всем привет-привет, мои дорогие и любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина и сегодня буду делать для вас очередную серию нашего мегапопулярного сериала, что происходит в его жизни прямо сейчас, при помощи колоды Таро дамского прошлого. 491 серия будет. Настраивайтесь, пожалуйста, на вашего мужчину. Благодарю вас, мои дорогие, за донаты, традиционно. Каждого, кто таким образом поддерживает мою работу, мне очень-очень приятно. Благодарю вас, дай бог вам, во много раз больше благословений от Вселенной. Благодарю вас за ваши лайки, за комментарии, за подписки, за любой способ поддержки моей работы. Очень искренне и нежно всех вас люблю. Итак, что происходит в его жизни прямо сейчас? Серия 491. Давайте посмотрим, что там у него сейчас меняется. в каком он настроении, что по поводу вас у этого мужчины сейчас. Тут вы являетесь для этого мужчины огромным, очень богатым источником неких ресурсов. Будь то любовь, ласка, забота, эмоции, будь то материальные вещи какие-то. Ну вот что есть, то есть. Смотрите, как здесь девушка протягивает, женщина протягивает девочки, пентаклики, которые она у нее просит. Вот эта девочка, по сути, это ваш мужчина, олицетворение вашего мужчины, который к вам ручки протягивает, и вы ему денежку даете. Вот отношения такого порядка, я не скажу, что это игра в одни ворота. Бывает так, что и мужчина по этой карте тоже вкладывается в отношения. Но это идет вам как указание на то, что вы, в общем-то, конечно, щедрая душа, или были такой, или остаетесь по сей день. Еще здесь могут быть денежные вопросы. Мужчина может кому-то оказывать поддержку, или же ему необходима поддержка, кто-то ему оказывает. Чаще всего это материальная поддержка, или же поддержка какими-то другими ресурсами. Сейчас будем смотреть дальше, что нам покажут, как мужчина сейчас вообще выглядит с энергетической точки зрения, как нам его продемонстрируют. Сигнификация четверка пентаклей. В первую очередь речь, конечно, о материалке. Сейчас он весьма прижимист, ему необходимо денежки поберечь, на что-то, возможно, более важное, на что он может потратить эти деньги сейчас. Так что, скорее всего, если кто-то нуждается в его поддержке, вряд ли он ее будет так уж оказывать. Шестерка пентаклей больше шла о том, что ему нужна поддержка, как материальная, так, возможно, и моральная. А сам мужчина ведет себя очень сдержанно. Если вы сейчас с ним прекратили общаться, находитесь сейчас на паузе, то, соответственно, мужчина не делает шагов для того, чтобы эту паузу нарушить, потому что это очень такой стагнационный аркан. И, соответственно, вот так он себя сдержанно сейчас ведет. В каком плане сдержанно, вам, конечно, виднее, потому что это ваша история, ваша ситуация, но это сдержанность. Мужчина сейчас закрыт, сдержан и не торопится с какими-то решениями. Ну и, конечно, материалка здесь его тоже может отыгрываться очень ярко. А что уходит из его жизни? Что-то было резкое. Он мог что-то узнать, нечто тайное стало явным, с кем-то прояснить отношения, выяснить, что-то отсечь, отрубить, как ненужное уже. Или же просто, ну вот что-то резкое произошло. Что-то резко в его жизни изменилось. И, безусловно, могло проясниться. Это карта резких решений, разговоров, выяснений и так далее. Неожиданных событий неких. А что идет в его жизни сейчас? Как раз в его жизни идет состояние такое, в котором он, как птица с неподрезанными, связанными крыльями, не может эти крылья расправить и лететь вперед. Он находится сейчас в каких-то ограничениях и в ближайшее время будет в них находиться. Будь то нахождение в каком-то месте, таком, из которого, допустим, сложно выйти. Или же, допустим, мужчина не очень хорошо себя чувствует, соответственно, из дому ему сложно выйти или еще что-то в этом роде. Будь то некие обстоятельства, из которых он не может никаким образом выйти. Здесь может быть несколько разных причин, но в его жизнь идет состояние вот такое, что мужчина и рад был бы какие-то активные действия предпринимать, развиваться, идти вперед, некие свои мечты и планы осуществлять. Возможно, действия в отношении вас, к примеру, делать или других каких-то людей, но у него нет на это возможности. Вот такие энергии идут в его жизнь. И еще, даже если он что-то запланирует и что-то наметит, некие действия, вероятнее всего, как раз вот так и будут складываться обстоятельства, как будто не давая ему идти вперед. К сожалению, но вышло так. А что происходит в его жизни прямо сейчас? Так, что именно? Давайте-ка уточним. У кого-то из ваших мужчин на день рождения, может быть, или был совсем недавно, или будет в ближайшее время. Вот, ну, как-то вот что-то в этом плане. И в связи с этим день рождения у него или у кого-то из его очень близких людей. Может, у него у самого ребенок родился или у кого-то там родного, близкого ребенок родился. Если разговор не о детях, конечно, аудитория очень большая. То есть здесь идет так, что этот мужчина прямо сейчас, он получает некий шанс на осуществление чего-то очень важного для него. Того, о чем он давно мечтал, давно прям мечтал, лелеял какую-то мечту. Она связана больше с его продвижением, с его карьерой. То, чего он очень-очень сильно хотел. И ему дается шанс на то, чтобы это осуществить. Но вот не совсем хорошо складываются обстоятельства в связи с этим, в связи с осуществлением его мечты. Но будем надеяться, что у него все-таки получится. Планы мечты. Да, вот видите, как обстоятельства опять повешены. Как будто что-то ему мешает. Но вот именно такие энергии сейчас и показали в жизни вашего мужчины. Именно такие энергии его окружают. Я бы сказала так. Ему сейчас действительно не нужно никуда спешить. Никакие поспешные действия делать. Здесь нужно подождать какое-то время, пока новые энергии войдут в его жизнь. Шансы есть, но нет пока возможности осуществления того, что он задумал. Что его волнует сейчас, кроме того, что мы увидели? Стабильность. Ощущение стабильности твердой почвы под ногами. Есть ощущение нестабильности, незащищенности. То есть у него есть опасения, что его зона комфорта, его стабильность, его та самая плотная почва под ногами может перестать таковой быть. Уверенность в завтрашнем дне. Вот это его волнует. Еще, конечно, если мужчина у вас не свободен, ваш муж чей-то мужчина. То его могут волновать вопросы семьи, вопросы отношений. Что этот мужчина от вас скрывает, а вам надо было бы знать. Я не знаю, скрыто от вас это или нет, но он очень материалистичен. Чрезвычайно материалистичен. Материальные вещи он ставит на первое место в жизни. Даже если где-то в чем-то он проявляет идеализм, романтизм и еще там вот такие энергии, то все-таки в душе мужчина весьма материалистичен. И сейчас он ждет чего-то связанное с его материальными делами. Что-то было им посажено, какое-то зерно, какое-то семя раньше. И вот сейчас он ждет этого результата, чтобы это семя наконец-то дало плоды. Уже выросло растение, и он эти плоды собрал. Что-то сделано, некое основание для чего-то заложено очень серьезное. А это именно материальная энергия. Он чего-то ожидает. Что он хочет вам сейчас сказать, но по какой-то причине молчит. А ну вот как раз, как раз о том, что вы вот такая щедрая, любимая. О том, что вы любимая. Во-первых, он хочет вам сказать, что он считает вас безусловно практически идеальной для себя женщиной, своей парой. Даже если вы не идеальна, вы подходите ему великолепно. Вот это он вам хочет сказать. А еще он хочет сказать о щедрости вашей натуры. И прям вот хочет вам сказать, никто из женщин в моей жизни не давал мне так много, как даешь ты. Вот это он хочет вам сказать. Хорошие слова, хорошие слова. Многим из вас, да всем. Давайте так скажем. 99,9. Он хочет сказать, люблю тебя, ты моя. Мысли о вас сейчас, если они есть. Как-то что-то мужчина здесь задумался, во-первых, о духовном, о вечном. А во-вторых, он может чувствовать себя сейчас по какой-то причине одиноким. Если вы с ним расстались, не общаетесь, то как покинутым. И вот это чувство одиночества такое у него щемящее. Он считает, что вы от него отдалились, стали более холодны. Эмоционально уже так к нему не прикипевшие. Ну вот как ваше идет отдаление, отчуждение, отстранение. Почему-то ему кажется, что вы, ну если не разлюбили, то стали более от него отстраненные. У него такие мысли сейчас. А, кстати, когда вы в расставании, знаете, что он очень много о вас думает. А чувства сейчас, эмоции, мы их уже увидели, ну пускай нам еще покажут что-то, да. Красавица. Ты самая красивая, самая возбуждающая, самая страстная, самая сексуальная, самая умная женщина на свете. Ты настолько великолепна, что я, наверное, это он вам говорит. Не найду правильных слов, чтобы описать то, что я думаю по этому поводу. Ну вы в его глазах, конечно. Вау. Вау. И неважно, какая тут ситуация между вами, но факт остается фактом. Что у него происходит дома, если вы живете не в одном доме, в разных домах и не знаете, что там у него происходит. Так, что именно. О, ну тут такие кармические повороты серьезные сейчас дают его жизнь. Что дома, что на работе, что вообще во всех сферах его жизни у него идут очень серьезные изменения, перемены. Это, конечно, касается его дома. И причем, я не зря говорю, кармические серьезные повороты, очень важные кармические события, которые могут изменить дальнейший ход его жизни. Поэтому нам больше даже показывают не состояние его дома, как он там себя чувствует, а вообще, что сейчас очень-очень важный период жизни этого мужчины. В том числе, конечно, эти энергии переживаются им и дома. Здесь может быть что-то связанное с его родителем, с его родом, с осознанием вообще, для чего он живет, насколько он честно живет, насколько он в ладу со своей совестью. Потому что происходит, прилетают бумеранги один за одним, и он начинает делать выводы, что это не зря, не просто так, что за каждый наш плохой поступок мы получаем, соответственно. Как ни крути, а существует закон бумеранга. За хорошие поступки мы, соответственно, получаем. В общем, вот такие вещи сейчас, какие-то важные перемены в его жизни происходят. Именно с кармической точки зрения это отражается и на обстановке у него дома. В эти дни, когда проснулся утром, мысль о вас была первая? Да. Когда засыпал в течение дня? Да. Если вы в расставании, мужчина хочет помириться. Сейчас будем спрашивать дальше, у нас пойдут вопросы на эту тему. Но знаете, что он ждет от вас освестия? Вот здесь этот человек, он ждет, прям в ожидании находится, весточки от вас. Особенно, если вы сейчас расстались, и он ничего о вас не знает. Как вот тайна за семью, замками ваша жизнь для него. Думал ли о вас? Да. Утром, когда он проснулся, мысль первая была о вас. Но мысль была о том, что как плохо он вас знает на самом деле. Как много всего о вас от него скрыто. И даже если вы с ним прожили много лет под одной крышей, то у него такая мысль. Если же это у вас, допустим, интернет-роман, и вы толком друг друга не знаете, то тем более у него такие мысли. Но здесь мужчина находился в ожидании общения с вами. Если в расставании, известие от вас. Вот такие энергии. Если вы сейчас расстались, давайте переходить к вопросам для тех, кто в расставании сейчас. Следующий расклад будет, обещаю вам, точка или пауза. Давно уже не делала. Если вы расстались, он хочет мириться? Да, конечно, очень искренне. Но мы уже это увидели по предыдущим картам. Да, у этого мужчины есть чувства. Многие из этих мужчин, прямо так скажу, любят вас. Но чувства очень искренние, очень открытые, настоящие. И он хочет вашей любви. Хочет ваших эмоций. Помириться хочет очень искренне. Здесь нет какого-то камня за душой. Нет, вовсе нет. Собирается ли сам мириться, делать первые шаги? Вот он злится сам на себя. И вас ревнует. И на вас за что-то может здесь злиться. Но больше он злится как на себя самого. Может за вами наблюдать, где-то подслеживать. Где-то вас какую-то информацию получать. Его прям всего так потрясывает от раздражения. А хотелось бы. Ему хотелось бы сделать первый шаг. Но, как говорится, и колется, и хочется, и колется, и мама не велит. Здесь много, может быть, причин, по которым он этот шаг не делает. Но давайте спрошу. Есть ли вероятность, что все-таки он первый сделает шаг к примирению? Конечно, есть. Да. Если вы первая не пойдете на контакт, то это сделает он. А стоит ли вам сделать первый шаг? Ну, это мужской аркан. Это его карта. Вообще, по идее, правильно было бы, если бы первый шаг сделал он. Если в ближайшие дни он появится или объявился уже, вчера, сегодня, завтра, допустим, да? И какие-то небольшие временные промежутки еще. Это какие энергии? Искренне или он с какой-то выгодой пришел для себя? Он все, человек осознал. Осознал, что вы любимая, что вы нежно любимая женщина. Он боится вас потерять. Очень искренней энергии мужчина вернулся, потому что все, он не может вас потерять. Не хочет, не может. Именно поэтому он и явился. И осознал глубину своих эмоций и чувств к вам. Не может потерять. Нет. Явился с очень искренними энергиями. Даже не сомневайтесь. Только после того, как вы расстались, и он понял, что он вас может потерять навсегда у этого мужчины, появилось понимание, осознание того, что, а как я без нее жить-то дальше буду. Вот так. Если есть детки, то значит, здесь и детки свою роль играют. Ну, конечно, в первую очередь он не хочет терять вас. Если вы в расставании с этим мужчиной, когда расставались, не было соперницы. Если была, то понятно, что, скорее всего, она и остается. Я делаю на это упор, чтобы вы там себе не придумывали лишнего. А сейчас кто-то у него есть уже на примете за то время, пока вы в расставании. Но тройка мечей это нет. Тройка мечей это нет, если попытки. Да, попытки есть. Попытки познакомиться, завязать отношения у этого мужчины могут быть. И прям инициативу даже он может проявлять. Но это бесполезно. Там никто не встречается, с кем он мог бы даже хотя бы что-то приблизительно построить. Нет. Нет. Ну, для тех, у кого треугольник, то есть, когда вы расставались, был треугольник, значит, он так и остается, этот треугольник. Если не было треугольника, то, соответственно, нет. Как он отреагирует сейчас, если вы надумаете уйти? Скажете, уйду, и все. Ну, ему придется смириться с этим. У него будет надежда, что это несерьезно. То есть, сказать, что он резко прям отреагирует, не начнет вас отпускать или еще там что-то кричать на вас или, ну, что-то в этом роде нет. Потому что мир это, как человек вот смирился. И даже, может быть, если сам внутренний не отпустил, то он может сказать, ну, иди, значит, с миром, если не хочешь быть со мной. Но на самом деле здесь подоплека такая, что он не считает, что это серьезно. Он считает, что вернетесь обратно. Что это как-то вот не навсегда. Может быть, какая-то вожа вам подкус попала. Может быть, это просто ваше временное решение. У кого-то из ваших мужчин может возникнуть такая мысль, что вы это говорите для того, чтобы он вас вернул. Чтобы он сказал, что любит. И кто-то из них может это сделать, конечно. Но какой-то бурной прям реакции я не вижу. Здесь реакция такая, что если ты решила, пусть будет так, но ты вернешься. Как он считает, что вы к нему относитесь сейчас? Он думает, что вы его считаете ненежным, эмоционально закрытым. Что вам вот реально не хватает его любви, нежности, ласки, заботы. Он считает, что он в ваших глазах вот такой товарищ, как Кай, с ольдинкой в сердце. А почему? Почему ты не можешь быть другим? Ты же имеешь чувства к этой женщине. Ну, во-первых, он считает, что вы недостаточно трезво его правильно оцениваете. Он на самом деле другой. А, во-вторых, вы от него ожидаете чего-то, чего он дать вам не может. Да, но вообще он считает, что вы довольно справедливо его оцениваете. Несмотря на все на это, что вы его видите вот так, вы все-таки его любите. Чувство у вас к нему есть. Вот так. Так что даже если он Кай с ольдинкой в сердце, вы, значит, его Герда, которая эту льдинку может растопить. С вашей точки зрения, да? Ну, вы не зря, если вы его вот так оцениваете, как я сейчас сказала, это справедливая оценка. И он понимает, что справедливая. Вот так. Как вам лучше сейчас себя вести с этим человеком? И давайте я так спрошу, какие планы у него на вас в дальнейшем? Если сейчас между вами все сложно, если произошло что-то, что вас разделило, что вы сейчас переживаете, допустим, и он может переживать, если что-то вот такое произошло, то пока этот мужчина ярких планов здесь не имеет, знаете. Он выжидает, выжидательную позицию занял. Но вообще этот мужчина с вами, безусловно, в каком формате, давайте спрошу, безусловно, с вами отношения продолжать собирается. Потому что в любом случае, хоть вы в расставании, хоть между вами все хорошо или нет, на данный момент расстроены вы или нет, здесь мужчина собирается продолжать отношения, строить с вами отношения в любом формате, как пары. Он считает вас парой. На сегодняшнем раскладе мужчина у нас такой. Кстати, не так часто выходит. Обычно мы его, ну если не ругаем, то а-та-та делаем, все его нехорошие штучки вытягиваем. Но сегодня много нехороших штучек я не вижу. Даже если он ведет себя не очень хорошо сейчас, да, это еще ни о чем не говорит. Здесь мужчина больше злится на себя самого. Вот то, что он делает, если он делает неправильно, он прекрасно осознает, что здесь больше вина в нем самом, причина находится вернее. Его вина, неправильно сказано, причина в нем. Как вам лучше себя вести? Аркан-звезда, во-первых, знать себе цену. Не вставать со своего трона, на котором вы находитесь, в ее глазах. И вы очень-очень высоко находитесь, на троне богини практически. Еще по аркану-звезда здесь не нужно спешить с решениями, со словами, с проявлением неких эмоций. И немножко отдалиться. Отдалиться. Это не значит, что сказать, шел вон из моей жизни, не хочу тебя знать, если вы хотите быть с ним. Но как-то вот он выходит королем мечей, таким прохладным мужчиной. Вот и вы чуть-чуть отдалитесь, останьтесь для него такой, несколько недоступной. Вот это будет правильно. И не спешите ни с какими решениями и действиями. Если предстоит некая дата, с которой ему вроде как нужно вас поздравить, но вы в расставании. Он собирается вас поздравить? Да. И понимает, что это сделать нужно. Чисто даже с точки зрения порядочного человека, из-за того, что многое вас соединяет, что вы, по сути, для многих из вас прям родные люди друг к другу. Для кого-то просто, вот вы важны друг для друга. Он это понимает прекрасно. Но он понимает, что с точки зрения порядочности, так вам скажу, этот шаг ему нужно сделать. То есть вас поздравить, как минимум. А есть ли вероятность, что всё-таки поздравит? Спорный вопрос. Далеко не каждый это сделает. Сделает тот, кто сможет справиться со своими сомнениями, тараканами в своей голове. С тем, что препятствуют. Его внутренние препятствия здесь идут. Вот. Если он справится с этим, то да, поздравит. Если предстоит какая-то дата, с которой вам его нужно поздравить, но вы в расставании, стоит ли вам это сделать? Умеренность. Ну, если очень хочется, то да. Но сделайте это с умеренными энергиями. То есть не с такими словами, что поздравляю тебя с днём рождения, но знай, что я жить без тебя не могу и всё потеряла без тебя смысл. Или наоборот, что-то ему высказать, выяснить с ним. Здесь очень-очень спокойная энергия. То есть сдержанно, спокойно, без лишних эмоций. По факту поздравили, как культурный, интеллигентный человек, если вам это нужно вообще. И всё. Но для многих из вас будет так же и так. Если вы считаете, что не стоит этого делать, то с этим повремените. Поздравите с чем-то его в следующий раз. Если вы не чувствуете в себе чёткого решения и желания его поздравить, что-то вам мешает, что-то вас волнует, что-то вас беспокоит, не даёт вам сделать этот шаг, то и не стоит его делать. Повремените, сделайте это позже. И, пожалуй, всё спросила. То, что не успела спросить или забыла, не обессудьте, пожалуйста, спрошу в следующий раз. Я добавлю в следующий расклад. Уже я там в списочек себе составила новые вопросы. А сегодня остановимся пока на этих наших классических вопросах. И теперь будет информация для тех, у кого, к огромному сожалению, но есть соперница. Если соперницы нет, можете не смотреть дальше расклад, выключайте. Это заключительный блок расклада. Что у него с соперницей, если такая присутствует? Ну, что-то здесь как-то всё непросто, с чем связано. Ну, мужчина здесь ноль эмоций на эту женщину. Ей нужны эмоции, ей нужна ласка, тепло, забота. А мужчина как отворачивается и вообще уходит. Здесь кто-то из ваших мужчин надумал её покинуть. Вообще. Слушайте, здесь тоска зелёная прям конкретно. Может быть, конечно, отыгрываться здесь что-то, какой-то негатив. Уж не знаю, там женщина что. Не буду обвинять, да, я не люблю эту тему, но некий вот какой-то энергетический негатив здесь идёт. Возможно, именно тоска, тоска женщины показывается, да, что нам её демонстрируют, что плохо, тоскливо, но душе я хочу твоих эмоций, хочу твоей любви, хочу, чтобы ты стал этим рыцарем на белом коне, а бесполезно. А мужчина совсем по-другому к ней проявляется. Ещё давайте посмотрю. И что? К чему это может привести? Слушайте, у нас почти каждый расклад идёт так, что женщина здесь. Отчего? Почему? Она ищет общение с кем-то ещё, с мужской аудиторией. Как раз по причине той духовной нищеты, которая у них сейчас с этим человеком возникла. Ищет кого или чего? Мужчину ищет. Она хочет встретить другого мужчину. И ещё раз, ещё и дно колоды, смотрите, тройка жезлов. В общем, нам настойчиво почти каждый расклад говорят о том, что эта женщина, ей плохо в этих отношениях. Эмоционально настолько всё скудно, она чувствует себя обделённой, очень-очень. И у неё или возникают мысли о том, чтобы с кем-то познакомиться, встретить другого мужчину, или же в большинстве случаев здесь 90, больше 90 процентов, эта женщина уже знакомится, уже общается, и кто-то у неё может быть. Потому что она действительно ищет мужчину, намеренно ищет мужчину страстного, яркого, интересного, который ей даст и эмоции, и секс, и всё остальное. Потому что вот с вашим товарищем здесь очень большие проблемы. Для кого-то из ваших мужчин здесь могут быть и проблемы сексуального характера. У него или же у неё просто вот идёт неудовлетворение этим всем делом. Вот. Так что нам прям настоятельно показывают эти энергии, значит, они на данный момент на первом месте в их отношениях. Это неудовлетворённость эмоциональная, ну, соответственно, в интимном плане этой женщины. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду, как всегда, вам очень благодарна за лайк, за тёплый комментарий под моим видео. Пожалуйста, подписывайтесь на мои дополнительные площадки. Ссылочки находятся под каждым моим видео на YouTube-канале. Всех нежно люблю, целую, обнимаю, желаю всем счастья, любви, добра, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты, покровительства ваших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.